И последние участники экспедиционного центра РГО-Экспо, совершившие на днях автопробег Лиссабон-Магадан за рекордные 7 дней и 22 часа прибыли в Якутск. Сегодня они рассказали о своем путешествии и поделились планами по пребыванию в столице республики. Продолжит тему Юрий Осипов. Богдан и Владлена Булучёвы являются идейными вдохновителями и руководителями экспедиционного центра РГО-Экспо. За год они трижды побывали в Якутии. В первый раз это произошло в августе 2015 года в рамках экспедиции 59-я широта. Второй – арктическая экспедиция «Полюс холода». И в этот раз наши неугомонные путешественники задумали туру через всю Евразию и назвали его «Евразийское кольцо». Экспедиция «Евразийское кольцо» состоит из трех этапов. Первый этап – Москва-Лиссабон, второй этап – Лиссабон-Магадан, скоростной заезд для книги рекордов Гиннесса. И третий этап – Магадан-Москва через шесть стран, через Памирский тракт. Общая длина маршрута более 40 тысяч километров, что по длине будет как радиус экватора наш. Программа посещения Якутска стала для путешественников очень насыщенной. Прежде всего была проведена пресс-конференция, на которой наши герои рассказали о своем новом проекте. Сразу после этого состоялась встреча с исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Юрием Куприяном. Первая встреча делает человека богаче. С ребятами, с коллегами, можно сказать, мы встречаемся уже второй раз. Они уже были здесь в зимнее время, сегодня в летнее время. И то, что они говорят искренние слова о том, что когда здесь приезжают, есть дружка отношений человека, есть, несомненно, исключительно, удивительная природа северного края, Магадан, Якутия. После встречи с правительством наши герои презентовали свой фильм. Отметим, что фильм был снят по итогам экспедиции «59-я широта» и получил одноименное название. Фильм посвящен 170-летию географического общества и включает в себя кадры, снятые в комплексе Чучур-Муран, в музее «Царство вечной мерзлоты», на территории заповедника Ленские столбы, а также на дорогах и переправах Якутии. Юрий Осипов, Карл Ларионов, Владимир Павлов, НВК «Саха», Якутск.